Ну что, будем по-новому здороваться. Так, винограда в здравии, поздравляем с покоявлением, крещением, Господи, Сафронов, добрый вечер, спасибо за поздравление, я вас тоже поздравляю. Так, Алексей, добрый вечер, Шелепов, всем здравствуйте, всех с крещением. Так, представляю, что вы сейчас побежите в проруби купаться, Хабаров, правда, уже ночь наступает. Ну что делать, занесло вас на край света. Так, Галина, наоборот, другой конец света, западный, Ленинградская область, Селезнева, добрый вечер. Валентина М. Булатова, с крещением, Виноградов, звук есть, Татьяна, здравствуйте, спасибо, появился, это, наверное, звук. Добрый вечер, всем только что посмотрел ваш ролик в школьный сад Кемерово, и так хорошо стало на душе, прекрасное начинание, что нам всем стоит сажать сады у себя и рядом. Ничего не стоит, только никто не садит. Так, добрый вечер, Юшкарала, минус 27, ну понятно. Яфрика, виноградов, Сызр, ну да, Сызр, а не это многовато. Ну, а для деревьев само то, пусть они как следует продезинфицируются без этого, без ядохимиката. Так, есть ли опыт выращивания абрикосов в абазе? Так, абазинцы со мной связывались. Опыт, где за 6 миллионов был посажен в 8-м гектарный сад, но яблоневой. Он отрицательный, я рассказывал почему. Дикость, невежество, пополам с глупостью. Вот, а именно абрикосов, может кто-то ответит с абазы, выращивает сад, 1-2, именно мое. Вот, но у меня памяти не держится. Вот так набираю, допустим, вот, в Ямайл наберу, допустим, абаза, тишина. То есть, нету этого, чтобы вот сразу высветилась фамилия, адрес. Вот так по этому поисковике не получается. Всем примет свинин на месте. Нет, что-то у вас совсем в Архангельской области испортилось. Сколько всю жизнь я знал, что у вас это Африка, теплее всех в Африке, а в России самая архангельская, самая теплая. Вот, а потом уже идет ниже, ниже, ниже. А у вас вдруг температура такая, что у вас, видите, только начали сады садить, и сейчас все это может и погибнуть. Но может и не погибнет. Все те же условия, не коричить почву, не коричить деревья. Так, Новосибирск минус 9. Видите, что в Европе 30-43, в Новосибирске минус 9. Ну, это вообще уже наглость какая-то. Я имею в виду гидрометцентр. Вы знаете, что у нас за все 50 гидрометцентра. Сегодня ночью пойдем купаться, свиньи. Ага. При 43 пойдете? А, потеплело. Ну, спасибо. Хоть это. Доброго времени. Рады, что кемеры производства школы поддерживают вращение сада. Мы ведро желудей собрали. Колесников, это не Алтай? Так, это не вы мне прислали этот бальзам алтайский? Получил сегодня, спасибо. Успел получить. Просто, это, то, что вовремя не получил, это пробой почты. Мы ведро желудей собрали. А откуда-то? И тогда не Алтай. На Алтай желуди. Предложу школе посадить. Фиг вам, сказали. Весной подумаем. Нас не остановить. Все, что есть. Все, что есть в Северном, малину, желуде, кедр. У нас степь. Все-таки вы Алтай или не Алтай? В 30-х годах люди от голода пухли, потому что ведрами семена выдувало. Хочем надеемся, семена проснутся. Тогда будем садить везде. Ну, надо-ка загораживаться, чтобы не было, чтобы не выдувало. Городничин. Привет из Москвы. Спасибо. Валерий Константинович. Остались черники абрикоса, позднее филиппио. Ну, последние 10 я нарезал для Елены Александровича. Валерий Константинович. Вот. Ну, ладно, я завтра позвоню Чернобаеву. Вы знаете, что это? Это сад-дублер. Чернобаеву позвоню. Может, срезать несколько. Он начинает жаловаться, что резать нечего. Посмотрим. Так. Ну, именно вам, Валерий, говорю. Перезвоните через два дня. Если завтра я дозвонюсь, если еще день накинем, что срезать, может, несколько черников будет. А так, у меня всего одно дерево позднее филиппио. Я вот так изуродовал, что... А представляете, я могу дерево потерять. Изуродовал. Уже оставил нормально. Ну, вот. Вдруг оказалось, что... Я этого не скрываю. Елена Александровна Савинича должна через три года представить сад плодоносящий. Через три года. Еще его нет поминь. Вообще нету. А через три года он должен же плодоносить. Тогда она станет кандидатом наук. Я сказал, расшибусь. До начала срезал 12 или 13 черников. Это на это. На 30 прививок. На полноценных. Именно пользуемый филиппио. А она-то его в руках держала. У-у-у-у-у. 118 грамм. Я не говорю, что самый крупный. Просто когда похватили, взвесили. 118 грамм. Представляете. Обошел этого. Академика обошел. Который считался лидером на все века. Так. Сергей. Привет, Сергей. Спасибо за фильм. Замечательный фильм получился. Дело в том, что вот тут упоминали уже двое, значит, школьный сад. Упоминали человека, который взялся это делать, да. Значит. Но. Есть же еще другая сторона. Ничего из ничего не берется. Вот. И вдруг. Я звоню, говорю. Сергей. Анатольевич. Пожалуйста. Сделайте такой фильм, чтобы он за душу брал. С музыкой. С красивым началом. И получилось. А дальше был нудный такой разговор. Ну, как нудный. Мы говорили про. Как посадить. Сад в Кемеровской области. Какие проблемы будут. Кстати. Это самое. Ой. Там же рядом еще и Антон Сафронов. Этот мужик. Никогда не оставит. Без внимания. Вот. Он. Знаете, чем хорош Сафронов? У меня бывали. Я говорю про Сафронова, который организовал вот этот вебинар. И еще. Сто с лишним. Ну, представляете, объем работы. А. И вот это все. Начиналось с того, что он обшарил мой сад. Он участвовал в этих самых. Он съемки делал. Мы с десяток фильмов. Сняты. С его подачи. Они в Ютубе. Вот это работа. Вот. Настоящая работа. Да если. Допустим. В Кемеровской школе получится. То самое. Начало. Опытный директор. Бывший. Телевизионщик. Все. Я уверен, что Сафронов. Со своей камерой. Он же. Я проводил. Этот самый. Был. Слет. В Челябинске. Из. Извезд. Приехал один железом. Так вышло. И мне дали. Уступать. Три по шесть. Восемнадцать. И сто восемь. Это был мой. Мой бенефис. А он взял. Все это снял. Кто его приглашал. Никто. Я имею ввиду. В каком плане приглашал. Никто его не заставлял ехать. Никто ему оплатил здорово. Он взял. И все это на пленку. И получилось. Эти самые. Мои выступления. Подробные. Качество. Все. Съемки. Много полетших советов. Шесть часов. Нет. Восемь часов. Я там. Как сказать. Царствовал. Слушали. Слушали. Внимательно. И получилось так. Что. Если бы не Сафронова. Эта поездка. Ну что такое. Ну сидит там 200 человек. Ну послушали. И половина забыла навсегда. А половина что-то унюхала. Вот. А Сафронов взял. И все это на камеру. И вот они в ютубе фильмы. Вот это я вам скажу. Да. Вот это профессионалин. Вы думаете он оставит покоя. Это самый. Этот случай. С посадкой всей школы. Я уверен. Он. Нау Кузнецкой живет. Он там первый будет. Настоящий журналист. Не считая того. Что он еще и многими владеет этими данными. Так. Пойдем дальше. Сергей. Высказал свое мнение. Он сделал прекрасный фильм. О будущем школьном саде. Сергей Анатольевич. Спасибо. Невзоров. Мы уже испородили. Правда. Я старый этот. Может сижу как дурак. Нет. Никак. Какой же дурак. Если я лекции читаю. Так. Здравствуйте. Какой минимальный 30 температуры выдержат ваши черенки. Нет возможности закопать снег. Лежат. На застекленном балконе укрыто одеяло. Ну. Балкон весь ненадежный. Сегодня там холодно. А завтра что-то пригреет. А не проснулся. Вот. Закопать снег можно. Вот. Но надо от мышей беречься. Надо это самое. У меня такого опыта один год был. Я зарекся. Потому что нервы много намотал. Когда пришла пора привать. Снег растаял. А сугроб лежит уже как кусок льда. Знаете такой. Размером с гроб. Ну извините за сравнение. Вот. Все растаяло. Земля черная. А вот этот заледеневший сугроб лежит. Я давай ломом. Ломом. Я как вспомню этот случай. Раскопал. А они у меня были в пакетах черных. Нет. Не в черных. Светлых. Но толстых пакетах. Я смотрю в пакете. Лед. Вот так на дне. Вот столько льда. А они вот такие. Смотрите. Если у меня вита. Вот такие все. А я как вспомнился. Больше зарекся. Я не знаю что вам сказать. Есть холодильник. Есть погреб. Вот эти два способа я использую. У меня не бывает проколов. Единственный случай. Когда мыши один раз добрались в погребе. На этом все решаемо. А ваш вариант на балконе. В застепленном. Сегодня холодно. Завтра жарко. Послезавтра раскрыли. Распаковали. А там уже побеги пошли. И выбрасывать. А про сверху я уже рассказал. Дальше решайте сами. Валерий Константинович. Абрикосы культурные. Лучше сажать друг с другом. Для лучшего опыления. Дикарей рядом не сажать. Чтоб не портили родную плоду. А нет. Наталья. Вы вроде бы как уже соображаете. Уже пропорчили родную плоду. Но вы знаете. Нет ребята. Успех моего сада. Это результат 35 летних наблюдений. Сад смешанный. Сад здоровый. Дикарей хуже не так. Не любят вредителей. Насекомые. Вредоносные. Кровесосущие. Листогрызущие. Дикарей. Подлетит дикарь. Тьфу. Он такой дикарь. Вопьешься ему в лист. А вот и отравишься. Облетит дикаря. Заодно облетит и культурный. Который послабже. Так всегда бывает. Это сейчас в Сибири у меня например. Я про свои говорю. Вот. Это раз. Во вторых. Есть такое понятие. Свежая кровь. Я много примеров приводил. Сейчас нет времени. Вот. Сколько примеров приводил. Пример с этими самыми. И с собаками. Пример с этими. С культурными карасями. Которые за одно-два поколения деградируют. Надо диких посадить. И про деревья. И про сейчас сразу не вспомнил. У меня было пять примеров таких. Всяко разных. Дикарей садить обязательно. Вот. А то вот размер плодов. Если вы боялись. Чего вы можете бояться. Вы можете бояться того, что существует так называемый телегония. Откройте любой этот справочек. Или там наберите эту википедию. Оказывается, ее не существует. Вот. Другое дело, что она вдруг окажется, что существует. Но в том случае, когда вы возьмете, начнете садить сквозочек и семечек. Тут сложнее намного. А если будете всю жизнь прививать. Вот культурные дикие. Культурные привитые. А дикие непривитые. Вот. Но станут культурные чуть мельче. Я все-таки за телегонию. Ничего страшного. Больше их зато будет. Количество больше. Вот делов-то. Имейте там тысячу плодов. Пятьдесят грамм. Или две тысячи плодов. Двадцать грамм. Вот. По вкусу они будут почти одинаковые. А короче, не бойтесь вы этого. Это я вас испортил. Что теперь вы все в шарахце начинаете. Ирина. Хабаров. Скорее костинность. На днях получу посылку с косточкой. Мои действия. Косточка, 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 косточка. В холодильник в отдел. Плюс один. Правильно. Только, чтобы закрыты были баночки. С крышками. А в середине февраля перекладывал влажный песок. Правильно. В секретной банке. Пять в отделении холодильника. И ноль плюс один. А высадка примерно двадцать 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 пять апреля. Это для абрикос, вишни, груши. Сливы. Нет, сливы уже сейчас давайте. Я всегда говорю. Сливы они такие долгоиграющие. Вот прямо сейчас. Вот сейчас у меня уже все сливы уже в песке. И высылать я буду уже в мешочках. Но вы-то раньше заказали. Сейчас самый момент переходный такой. Середина называется середина января. Но уже восемнадцать, девятнадцать, двадцатая. Кто заказал, кто получится, увидите. Именно сливы уже в сырой песке. Никакой халтуры. А вам уже сейчас получили и сырой песок. Именно сливы. Так. Дальше я буду спрашивать. Все верно. Теперь все верно. Мы сливу положили на стратификацию. Двадцатого января. Вишню и черешню. Остальное в феврале. К с осени сразу в школу. Часть семян до эксперимента. Понятно. Ну, вы положили, допустим, двадцатого января вишню. Так. Я сейчас не помню, где вы живете, Алексей. Где вы живете. Я еще говорил, как. Где южнее, там пора. Где севернее, там рановато. Вот где именно вы, я не знаю. Меня интересует, не замерзли они черенки. Урал по ночам 35. На балконе градусно всем теплее. Ух ты. Это получается на балконе 38. То есть 28. А обещают 42. Так, если просто так лежать, у меня такой пример был. Я при 5 градусах морозе делал эти, вымораживал яблони, груши, абрикосы, сливы. Дело в том, что интересно, что абрикосы и яблони дольше всех держались. Недели держались, потом часть замерзла, часть нет. Делал, ставил в воду, где-то порастали, где-то нет. В общем, я понял, 35 уже неделю, а дальше все, отруба. Поэтому лучше вообще не рисковать, лучше вообще на морозе не держать. Вот если у вас выбора нет, у вас получается там 42, пообещают. Значит, ночью будет уже за 30, так, на балконе. Что может помочь? Кстати, в стекленном балконе не бывает таких морозов. Не бывает. Раз в стекленном балконе, значит, его греет дом. Тогда у вас дома должно быть минус 80. То есть, дом должен греть. Поэтому давайте так. Укутывайте их в 2-3 пальто старые, старые одеяла. Вот тогда они могут продержаться дольше. Вот. Но, повторяю, лучше погреб, лучше холодильник. Так. А вы живете на Алтае. У вас на Алтае 2 Алтая. Есть Алтае, где не бывает сильных морозов. В результате, где вот сейчас было 40, слышно. Так. Так что. Ну, и в то же время Алтае не самое морозное. Вот морозы, да. Но придет весна, в апреле вы уже можете садить. Так что у вас практически все получается нормально. Так. Теперь большую роль. Вот я возвращаюсь к вашему письму предыдущему. Вот она. Алексей Невзоров. Дело в том, что у вас вишня и черешня прекрасно доживут. До апреля. Только если температура будет как можно ближе к нулю. Они даже не проклюнутся. Или проклюнутся, но только первое. Вот. Так что. Я обычно говорю шире. Я говорю 2-3 месяца. Если 2-3 месяца. Это самое. Априкон. Ну, можно считать не 2, а 2-3. Все зависит от того, какая температура хранения. Плюс 5. Это 2. Плюс 1. Это 3. Вот такие вот. То есть уже какой-то разброс. И возможность как-то оперировать. Есть у вас. Поэтому если у вас будет около нуля. Прекрасно. Сделанные бои. 20-е ноября. Прекрасно проживут до апреля. Так. Барнову. Барнову себя греет. Ну, и Барнову не самое холодное. Да, забросал одеяло. Спасибо за ответ. Еще Ирина пишет. Давайте подождем минутку. Мы все равно укладываемся. Вот я долго говорил. Остальное время. А сегодня писем довольно мало. Бывает и побольше. Вот. Сейчас посмотрим. И Алексей пишет. В общем, Ирина пишет. Короче, контора пишет. Подождем. Опыт прошлого года. Ну, а что? Отлично, что у вас свой опыт есть. Это здорово. Когда-то смеете меня. А вас меня всегда интересует. Это не та самая Ирина, с которой мы сейчас собираемся сделать. Этот самый телемост. Наверное, это вы. У меня сейчас проблемы. Как все успевать? Хабаров. Сейн Стемы. Около старой груши двух лет. И трех лет. Можно привить ваши черенки следующей весной? Что такое следующее? Ближайшей весной. Сейн Стемы. Ну, он считается морозостойкий. Ух, вы старая груша. Двух-трех лет. А почему нельзя? Плевайте. Так. Барнаул не греет. У вас 120 километров. А, та самая Ирина. Тогда Ирина сейчас. У нас есть время. Вот у меня где? Вот у меня. Вот, вот я про вас забыл. Ага. Я когда начал с вами разговаривать. Ну, я понял. Надо телемост. Так. Мы даже время намечали. Но у меня не получилось. Вот оно время. Хабаровский, Ирина. На проводе. Юрьевна. Телефон. Так. Значит. Сейчас я немножко перестроился. Меня научило Сочи. Когда начали задавать вопросы, я начал давать общий ответ. Именно общий. Понимаете? Что такое общий ответ? Я им говорю. Делайте большой холм с привозной земли. Днем маленькую ямку. Никаких этих. А они вообще земли не бывают. В Сочи. Во всей округе нет нормальной земли. Одна глина. Я так понял. А можно ли я тогда все-таки яму выкупаю, как все? А можно ли я туда перегну? А можно ли я туда суперпостат? Я сказал, нельзя. Если вы меня... Теперь получается, что сочинцы меня убеждают, что давайте все-таки, как все. Я беру, набираю это самое. Северокавказский. НИИ. А где абрикосы-то? А медведя угощают яблоками. Я больше ничего не увидел. Яблоки и виноград. Прекрасные яблоки. Прекрасный виноград. Нашли кого удивлять? Вы абрикосы покажите. А их нет. А если я и скажу сочинцам, что ладно, так и уговорили, кладите туда перегной и кладите суперпостат. Абрикосы сдохнут. Кто будет виноват? Круг замкнулся. Я говорю, ездите по... Они, наверное, слышат меня. Ездите по округе. Ищите любителей вот таких же, как мы. Найдите плодосящих. Спросите, почему у них живы? Прям берите за грудь. Почему у вас абрикос живой? Когда в институте нет фотографий, абрикосов нет. А дальше я... Это, кстати, тоже к теме. Смотрю, набираю это. Вот он, сайт, всё. А он облеплен этими дочерними, как бы их назвать-то. Которые, может, к институту никакое отношение. Но реклама, реклама, реклама. Набрал-то институт. И тут выясняется, что вокруг-то абрикосов должно быть полно. А фотографии опять интернетовские. Опять роскошные. А садов и у них на сайтах, нажимаешь дальше. Опять абрикосовых садов нет. Получается, что в Сочи привозят в это? С Турции, что ли? Или откуда? Или с Молдавии, или с этой? С Голландии, так что ли? В Сочи нет абрикосов. А мне спрашивают, как их садить, чтобы были? Ищите местных, если не можете найти. Так просто. Два, три куба в виде холма, без всякой ямы. Хорошей земли. И вдруг выясняется, нету. Я в отчаянии. Это я так уже, как бы отвлекся пусть, но по-другому уже не знаю, как с людьми общаться. Вот это я вопрос, попробую ответить. А сейчас. Так. А Хабаровскому? Ну что, Ирина? Ну давайте. Тут-то, по крайней мере, я сказал, будем это говорить, когда вы несколько десяток фотографий предъявите. И земля в разрезе, и просто, где это, какая она, глиняная на самом деле. И что у соседей растет, а что не растет. Вот. И найдите тех, у кого растет абрикос, и зайдите в этот институт, или там в какой-нибудь филиал, скажите, где ваши абрикосы. Вот. И вот, когда будет куча фотографий, тогда устроите ремост. С Сочи. А дальше бесполезно говорить. Я уже сказал. Нет хорошей земли, не садите. Ведь не зря, что там нет абрикосов. Что-то же мешало. Так, а вы, гражданка Ирина из Хабаровска, ну, снял один фильм. Смотрела камера прямо в этот самый, в мой компьютер. Я просто время от времени листал картинки, ну, чтобы не скучно было. Фон. А с чеком нормально поговорили. Есть такой фильм, он есть на этом, гостевой. Вот, нормально поговорили. Вот. Можно с вами нормально, но лучше фотографиями. Поняли, к чему я говорю. Та самая Ирина. Так. Сергей Селевожка пишет. Селевожка один из моих новых друзей. Высшее образование. Где-то даже генетик. А я такие случаи не забываю. У нас пока этих, таких, как я рассказывал про Кадю, про Лену, про Юлю. У нас таких единицы. Сергей со своим дипломом агрономы нахрен никому не нужен. Поэтому и наболело. Селевожка тоже. Высшее образование. Вот. По-моему, даже биолог. Вот что он сейчас пишет. Мне интересно. Кстати, по-моему, он... А, он Новосибирский. То есть область Новосибирская. Там тоже климат не подарок. Сейчас дождемся. А что? Мы обычно час отводим на ответы. 45 минут прошло. Даже меньше. А я пока посмотрю. А кто тут у меня в гостях? Кто тут у меня в гостях? Все равно по-маленчику. Знаете, в 2018 начались эти бесчисленные вебинары. Так. Все равно частично народ сменился. Кто-то уже наученный. Чуть не сказал горьким опытом. Кого-то я успел научить. Им больше не интересно тут. Зато вот смотрю, я свежие фамилии. Это здорово. Это здорово. А большинство людей... Это совсем другой уровень. Ну, скажем, половина из тех, кого мы сейчас видим, это люди, которые могут преподавать в институтах. Если меня еще-еще слышит Сергей Сергеевич, вот, и Елена Сергеевна, зам и министр, хотя, конечно, не слышат, но если бы слышали, то надо было вот из этой команды, вот, с зеленым цветом, выбирать себе лекторов, агрономов, ну, уже не простых, как бы сказать, с высокими этими должностями. А тогда бы дело двинулось. Нынешнее поколение, те, кто сейчас заправляют в ней, ну, сами подумайте, вот подумайте. Несколько лет назад ушел на пенсию, мой друг, Трусун, полотноскобилов, заместитель институт солидный, аграрных проблем, в АК, должность заведующего отделением, 15 тысяч рублей. Это 15 тысяч, долго не вышел, сидел бы на своей пенсии, да, чайпил. Так, ну что, где у нас этот самый, который пишет, давайте посмотрим. Селевошка, 6 и 16, 2, срока заложили кольской сливной снификации, с дочками руками. Ну, 6 и 16, это сильно близко 10. Надо было раскидывать на месяц. Тогда бы было явно картина, если вы как исследователь, и будущий учител. А если вы просто хотите получить максимальный результат, все правильно, 6 и 16, нормально. Так, Антон Сафронов, закладка садов в Сочи, ямки для посадки. Где-то вы выкопали, да? Спасибо, Антон, но куда бы без... Давайте я нажму, а вдруг это не видео. Или уже можно видео, раз все равно расстаемся. Так, ооо, вот это вот та самая беда. Вот вам и абрикосы. Вот вам и абрикосы. Ну что, комментарии нужны? Да. Ну что, получается, нет, Антон Олес, нельзя было подсунуть в другой раз. После этого, у кого угодно руки опустятся, у сочинцев тем более. Ну, когда я говорил яму, ну давайте так. Ой, да это же мы сто раз говорили, мне повторяюсь сто раз. На этой яме можно вырастить А. Вишню. Б. Сливу. В. Если яму нет, то на корневых отводках. Ну, в крайнем случае же на этих дебильных, которые, помните, я всегда с матом сопровождал. Эти самые палки пророщенные. Ну как? Вот мне тот же вопрос. Нет, дайте мы вам яму. Можно мы? Нет, или как? Нет, мы все-таки будем вынуждены яму копать, как все. А я говорю, ну, еще больше. Вот знаете, вот это Сочи, да? Конечно, земля поршивая, но она не более поршивая, чем моя. Сделайте холм. Можно, если уж действительно где земли нет, делайте из этой земли холм. Ничего страшного. Так. Ну, еще упомяну, если уж совсем глина, ладно, разбавите песком, надо утреть. Так. Но холм, это, или вы полдня досыпаете этот холм, ну, здесь же у себя на участке земли много, бесплатно. Или завозите, ну, я помните, пример приводил, если уже камаз, они бывают маленькие, большие, если маленькие, на два, если большой, на три-четыре. И получится здоровенный холм. В него посадите сливу вишню или яблони на корневых отводках. Дальше на сливе привьете абрикос и персик. И у вас полноценный сад. А если вот так вот в бухты-барахты засыпать его сейчас, да, это, ну, как сказать, засыпать. Ну, туда все пихать, 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 пихать. Вот он закончится. Потом, как вы говорите, сочинцы, не, мы все-таки холм снизились. То есть, все сюда, наварим, а холм мы все-таки еще и сделаем, и по вашему холм. Вот. Но абрикос ловить нечего. Давайте абрикос на сливе, давайте персик на сливе. У вас будет нормальный сад. Ну, если я же не говорю, что у вас-то ими так плохо. Я не знаю, где он, это самое. Антон Валерь взял, настроение испортил нам под конец. То есть, хотя бы метр. Хотя бы метр. Да еще холм метр. Так, все, наша песня хороша. Начинать сначала. Все, ребята, мы с вами закончили этот разговор. Вот. И, наверное, все. Ай, ну-ка, минуточку, минуточку, минуточку. Так, Антон Валерьевич. Вот так, сам я и на раз, что мы никогда не захочем. Смотритель пишет. Ну, давай, давайте, давайте. Так, следующее нажимаем. то мы обсудили. Вот. Вот это вот. Ну, так садить. Как тут написано? Ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну, как оно называется-то вот? Вот это вот, вот это вот, как называется? посадка чего господи это ну как можно так подло поступать взяли все потрезали единственное что их оправдывает если у них вот эта прививка то они тогда ладно но все равно же дерево слабеет когда вот такие раны если прививка здесь то ладно бывает и замазывают забывают а если прививка вот внизу вот тут вот это величайшая подлость они не могут от нее избавиться никак если прививка вот здесь на россии бы все ветки но дальше чё сгниет вот и все так пойдем ничего вот поэтому нет а давайте дальше персиковые сады так антон лишь это все что у нас сочи или где давайте смотреть мне понравилась ваша да то что сделаю это я моя это тоже перчиковая просто очень не верю это картинка картинка это тут конечно найти картинку яндекс ну-ка 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 ну а ну все ясно я не знаю кто рекламирует но сами видите так ладно давайте тогда это может быть картинка рекламная так ну то есть выводы делать рано но возле сочи такой красоты вряд ли сомневаюсь именно возле сочи а у вас просто персиковые сады это обязательно сочи так нормальная яма тут вот и делать надо яма холм ну для вас нормально александр для обывателя это извините попробуйте отвести если там ровное место у меня также весной через 10 дней сухая вода пока снег втает а если это не не через это если все-таки середина лета так это снято мной а где же делать черти насилия то дали очень особенно вот последний с персиковым делать черти насилия не я понимаю у вас такой характер вы искатель по натуре я не удивлюсь если вы в сочи были а вот и за рубежом вот ну что друзья будем заканчивать все письма закончились пока никто не пишет что пишет давайте расставаться вот до свидания спокойной ночи если не до конца надоел встретимся в другой раз жду в реакцию кто-то хоть один скажет что я зря все это говорил вот привлекая внимание министров замминистров хотя я понимаю что это воду стуки от того это я без вас знаю вот но все равно реакция ваша интересна до свидания друзья до следующих понедельника а тут валярия пишите мне пожалуйста ссылку